МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Администрация промышленного района Самары в своем телеграм-канале приглашает жителей, перенесших ковид-19 на диспансеризацию. Она направлена на выявление постковидного синдрома и других последствий коронавирусной инфекции. Пройти диспансеризацию необходимо не ранее, чем через два месяца после перенесенного заболевания и выздоровления. Телеграм-канал администрации Красноглинского района информирует, что в связи с подготовкой к отопительному сезону и проведением гидравлических испытаний на тепловых сетях будет произведена остановка котельной номер 12 поселка Управленческий. До 12 августа будет прекращена подача горячей воды по следующим адресам. Улица Крайняя, Академика Кузнецова, Парижская коммуна, Сергея Лозо, Коптевская, Павла Маркина и переулок Ейский. Подробнее можно узнать в телеграм-канале. Жителю блокадного Ленинграда, инвалиду Великой Отечественной войны Любови Федоровне Волобуевой исполнилось 88 лет. В детстве она потеряла мать и уехала на фронт с отцом, став дочерью полка. Любовь Федоровну поставили на довольствие в части отца, и она до конца войны находилась при зенитной батарее, которой командовал отец. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары поздравляет Любовь Волобуеву с днем рождения и желает долгих лет жизни, здоровья и много счастливых моментов, пишет телеграм-канал ведомства.